всем добра сегодня мы с вами поговорим о форме звезд и каких-то альтернативных методах кроме как платных что я имею ввиду но так как я предполагаю что зрители могут быть ворвавшиеся впервые на этот канал и ссылаясь на какие-то прошлые ролики это дело такое неблагодарное сам по себе знаю что ненавижу ходить и искать на каналах то о чем иногда на что ссылается авторы поэтому сегодня постараюсь объять необъятное и речь пойдет видимо самого названия вы уже поняли об альтернативных методах в частности в сериле попробовать подправить формы звезд которые вызываются неточностью истировки наших великолепных ньютонов и сразу же в самом начале оговорюсь что данный метод который я буду вам попробую продемонстрировать он не распространяется на те же самые ньютоны потому что ту форму звезд которые мы с вами в конечном итоге получим они будут лишены начисто каких-либо шипов но имеется ввиду следов от растяжек лучиков которые обычно всегда возникают при съемке на ньютоны либо ричи кретьены и вот эти самые лучики до которые сейчас вы видите в частности на одной из звезд вот и они будут просто кругленькие у вас однако для владельцев шмидтов кассергенов или просто рефракторов этот метод более чем рабочий но равно как и для владельцев ньютонов которым я являюсь потому что если уж совсем дело швахта лучше что-то хоть иметь в запасе чем вообще ничего и так давайте вернемся к тому что с чего начинается родина наши формы звезд мы всегда смотрим по углам потому что там самые критические краевые области в связи с со спецификой кривизны наших бюджетных телескопов в частности трубки в покусера место куда мы вставляем камеры перекошенные матрицы и бла-бла-бла вызывают вот такие вот иногда видите звезды превращаются в такие вот черточки ну и поэтому зная и памятую об этой проблеме давным-давно ну не так чтобы давным-давно никогда еще динозавры бегали но относительно давно был придуман плагин он является сразу говорю платным и поэтому многие говорят все на этом месте я закрываю это видео и ухожу не спешите которые позволяют нам вот эти огрехи исправить и сделать более менее вменяемыми он называется blue exterminator он платный как я сказал порядка 100 долларов 99 99 но суп по сути 100 вот этот скрипт или не ну не скриптную неважно в общем короче плагин сейчас не о нем речь и если его набросить на изображение которое требует подобные коррекции немножко подождать я имею ввиду в пиксен сайте который сам по себе 300 евро стоит плюс всякие плагины которые платные великолепно с ним там удаляют звезды корректируют объекты выравнивают фоны то если набрать все в совокупности вот эти вот все сложить цифрки то наша программа становится из 300 евро в 500 евро ну как говорится не каждый себе это может позволить а те кто даже позволили себе сталкиваться с проблемой что чтобы освоить этот полностью инструмент нужно тратить еще большое время кучу времени на обучение собственное ну которая занимает порядка года так скажем поэтому это не вызывает особого энтузиазма тем не менее это есть такая возможность и вот в частности мы применили вот этот люкс терминатор и наши звезды которые были сейчас покажем какие они были и какие они стали после воздействия этого инструмента то есть они были вот такие вот ну и после того как мы пробежались не в полную силу нашим скриптом мы получили вот такие соответственно обратите внимание этот инструмент не просто так денег берет с нас потому что звезды при этом он оставил шипованные то есть он не убил следы от растяжек тот же метод который мы будем с вами альтернативный бесплатно рассматривать все или к сожалению вот эти растяжки поубивает ну и поэтому я оговорился в начале что данный метод будет в основном актуален для людей которые имеют другой конструкции оптические приборы телескопы другой конструкции ладно это я вам показал как работает платный инструмент а теперь мы переходим на нашу альтернативу но и заметить что звезды при этом стали звездами они не стали какими-то точечками круглыми которые не естественно смотрятся но и так далее окей этому делаю закрываем с вами чтобы сюда так скажем не мы не возвращаемся закрываем этот пикс у нас его типа нету и заходим свой бесплатный серию вызываем тот же снимок который только что рассматривали вот и любуемся но если мы его с вами под растянем чтобы видеть что-то на экране то здесь мы уже видим с вами наши звезды такие какие они на исходнике собственно были получены в данном случае это изображение оси 410 головастик который я представил уже откорректированный обрубленный на астробине вообще читайте описание каждому ролику это полезно и там есть ссылки на странице моего астробина и соответственно там я выставляю свои какие-то на мой взгляд работы которые ну не стыдно показать людям и в частности вот на астробине этот головастик вы сейчас наблюдаете можете пойти в свободное от просмотров ролика время и посмотреть их там эти фотографии более подробно в большом разрешении и в масштабе сто процентов возвращаемся к нашим баранам для того чтобы не запутаться вот в этих всех последовательностей действий я набросал вот такой вот сценарий уменьшение коррекции звезд в сериал аналог написал bxd но это аналог скорее всего это альтернатива я бы тут на изменил это слово я его постараюсь видимо но не в документе а просто простой текстовой последовательности разместить под этим роликом для того чтобы просто не забывать что зачем мы будем делать однако говорю самом начале что это не обязательно проходить абсолютно 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 все пункты которые здесь перечислены скорее это пункты для скажем универсального применения которые не всегда уместно и нужно и в ходе этого нашего с вами общения вы это поймете тем не менее мы сегодня постараемся пройтись по девяти пунктам невзирая на то что иногда некоторые из них будут наоборот нам вредить в частности для данного конкретного изображения нежели помогать хорошо и так анализ изображений мы с вами произвели мы поняли что болезнь ничего не запущена но требует вмешательства и займемся выделением звезд ну давайте это сделаем в серили как это делается да это очень просто делается ну просто до скрытого сериал вообще такой пацан скрытный заходим в процессы заходим в процесс стар процессинг и здесь есть такая замечательная шестеренка вот об этой шестеренки мало кто знает мало тем тем более меньшее количество людей нажимать а мы с вами нажмем и мы здесь видим непонятные нам значки и стрелочки плюсики-минусики и какие-то циферки но последовательно так действие производится значит вот выделение звезд а вот это кстати сказать тоже очень интересный инструмент это не относится в рамки нашего сегодняшнего с вами общения но это так называемый tilt то есть можно уже на итоговом снимке вот итоговый наш снимок посмотреть как сериал определяет наклон матрицы относительно готового снимка и если вот в ходе съемки одиночных кадров на площадке используя сериал проанализировать одиночные кадры то вот эта штука может очень нам здорово подсказать быть хорошим помощником в отличие даже от остапа которые там надо но определенные действия делать такие достаточно не то чтобы замороченные но не всегда они дают адекватную картину здесь это показано наглядно и очень быстро работает в отличие от остапа поэтому иногда на площадке очень полезно при смене поворота камеры при смене телескопов иногда вот из этой шестеренки перейдя в даймик psf дальнейшем dpsf которые обозначают в этом своем сценарии можно и просмотреть приблизительно масштаб трагедии ну и запомним что сейчас вот он показывает то что нам показывает перекосы есть и они кстати соответствует качеству звезд по углам если вот этот угол у нас самый лучший это чуть похуже но еще не более менее круглый в этом углу то этот угол самый плохой но этот более-менее где-то что-то среднее между вот этими вот этим давайте его сейчас уберем этот инструмент убираются любые вызовы вот этих инструментов с поля при помощи вот этой стрелки назад и нас интересует выделение звезд мы нажали вот эту клавишу выделение звезд подождали и у нас тут появился садом и хамура сумасшедший дом что для чего и почему и что и зачем но если вы обратите внимание он обводит выделяет и группы звезд и целые звезды но нас интересуют здесь цвета этих кружков если у нас с вами оранжевые цвета то со звездами все окей в плане нету пережога звезд а если у нас есть вот такие фиолетовые кружочки вот такие вот вот такие вот и тут их не так уж много в данном конкретном снимке но бывает ситуация когда их очень много почему потому что когда особенно мы снимаем с вами темные туманности нам нужно вытянуть детали и темных туманностей мы там делаем выдержку ну не знаю 10 минут примеру одиночных кадров и плевать мокрыми слюнями мы хотели на звезды которые входят в поле кадра за как правило по закону пакости как на темных туманностей всегда находятся какие-то очень яркие звезды естественно за 10 минут эти яркие звезды пережгутся то есть они станут ну из них из них невозможно будет вытянуть ни цветов никаких деталей там на звездах особых нету но вот естественное представление звезды ореол с центру более яркая что-то ядро какое-то то все это сожгется к чертовой матери это связано с возможностью накопления электронов которые фотонов которые превращают в электронный сигнал матрицах и вот в частности в матрицах более дешевого класса там 14 12 бит как правило звезды все сгорают чертовой матери потому что количество отсчетов ну переполняются к так скажем условно колодцы пикселей и уже продолжает поступать света уже информация не фиксируется поэтому в угоду объекта звезды часто сжигаются ну в частности у нас тут не сильно сожгли звезды потому что ну нас матрица 16 битная да и там особо ярких звезд на том участке неба возле головастика не имеется поэтому за 10 минут накопления плюс итоговый файл который на нас смотрят у нас есть тут раз там два три четыре пять может быть если еще под лупой тут побегать и поискать они найдутся может вот эти вот звезды однако я повторю что бывают ситуации когда их гораздо гораздо больше борьба с этими так скажем пережогами я ее покажу но в данной конкретной ситуации я бы ее не применял однако у нас сегодня типа урок поэтому типа он должен распространяться на разные случаи в жизни и мы это пройдем но перед тем как все это делать мы снимем все эти выделения закроем здесь перейдем с вами в линейный режим отображения изображения и в этом режиме мы с вами применим то что вы всегда с вами делали часто а именно через торнет старнет мы с вами удалим звезды то есть вот здесь вот нажмем клавишу и соответственно у нас появится слой звезд и слой объекта но я это сейчас делать не буду при вас муж это долго занимает процесс заблаговременно я это уже сделал за кадром и соответственно у меня есть это в папке вот стармаск вот отдельно слой звезд вот сам объект поэтому как будто бы мы с вами уже удалили звезды и мы с вами их этот слой со звездами помещаем серил ну можно так помещать можно через кнопочку open вот наши звезды если мы их в линейном режиме они в линейном не ну да в линейном режиме отображения поэтому особо мы тут ни черта не видим потому что линейный он и в африке линейный и вот именно столько со звездами мы мы будем работать для этого мы опять же зайдем в нашу любимую шестеренку пятеренчатую и здесь перед тем как обесцвечивать эти звезды мы с вами давайте сделаем больше ну вот я сейчас выделю еще раз чтобы визуализировать что что программа их видит мы не видим их но она то их видит потому что они есть вот и вот эти радиусы кружочков вот эти вот величины кружочков они лимитируются вот вот этой строкой в данном случае по умолчанию стоит 0 5 то есть это округлость звезд ну вот этот вот эллипсоиды формы звезд что тут эта строчка нам говорит что все что 0 5 и выше мы фиксируем а все что вернее 0 5 мы видим и и лучше ну если допустим есть звезда к это круглая круглая сто процентов будет но до 0 5 мы их будем видеть короче поэтому это можно регулировать то есть уменьшать увеличивать и так далее и есть такое ну как бы рекомендация она опять же берется от каких-то практических обработок стат данных ну где-то уменьшать эту цифру можно у нас 70 процентов от ее величины до 50 процентов грубо говоря 70 процентов это 0 35 50 процентов 0 25 минут в этих пределах где-то можно уменьшать вот это число для того чтобы количество этих звезд скажем исключить ну совсем тусклые маленькие звезды и чем ниже мы будем здесь опускать эту цифру тем большее количество звезд мы как бы исключим из обработки чтобы понимать просто что на что влияет но для того чтобы она начала работать вот эта штука нам надо сначала снять выделение потом изменить ее например я поставлю 0 35 и теперь опять включив выделение вот этим выделением будет применена вот это уже циферка и таким образом в данном случае мы чуть уменьшили количество вот этих кружочков и они сделали более так сказать аккуратными основное кстати момент связанный с вообще вот если быстро сделать операцию скруглить звезды то вот этого всего можно и не делать то есть если я сейчас вот этот инструмент просто здесь закрою и перед обесцвечиванием поставлю просто зайду опять же вот сюда в эту star processing просто нажму full resigns то есть скруглю звезды то в общем-то они скруглятся но они будут мягко говоря не совсем корректно выглядеть потому что пережженные звезды которых может быть гораздо больше чем у нас превратятся просто в белые блины синтетического вида она и так все будет синтетическое так уж и будет капец вот и мы с вами вместо нормального вида звезд получим черти что поэтому нам нужно перед тем как что-то тут творить приводить какой-то порядок этот все этот холомис лучше применить функцию обесцвечивания то есть они выделены они уже там у нас уменьшены допустим эти цифры не 0 50 0 25 0 35 вы поставили и мы с вами делаем desaturation stars нажимаем вот эту вкладочку ну и это занимает какое-то время мы естественно мы ждем пока мы ждем я здесь еще раз вам скажу что мы на каком этапе данном случае находимся мы то есть мы сделали анализ изображения мы выделили звезды мы поняли что раньше цвета так good фиолетовый это не good и чтобы этот фиолетовый цвет количество пережженных звезд с ними побороться и уменьшить мы их обесцвечиваем но перед тем как обесцветить мы выделяем слой со звездами мы это сделали мы вошли в эту шестеренку dynamic ps фи уменьшили радиус округлости звезд 0 35 в данном случае поставили опять после этого выделили звезды чтобы это значение применилась новая к уже к звездам нашим закрыли эту вкладку дай нами псп и вошли в процесс стал процессом desaturation star собрать свечем перенасыщенные звезды вот данном случае мы проходим с вами пятый пункт что будет происходить дальше я как это буду вам говорить и ссылаться на вот эти вот пункты ну вот обесцвечивание звезд у нас произошло там заняло там пишет он 11 секунд хотя это неправда тут идет расхождение между и между для этого значит после обесцвечивания звезд мы с вами еще раз вернулись нашу шестеренку или dynamic ps п дальше мы сняли с вами выделением потому что она вернее так пардон 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 вот так вот мы сняли выделение и еще раз его применили то есть данном случае в идеале количество фиолетовых отображений звезд должно уменьшиться ну или исчезнуть вообще что-то не то нажал и мы с вами видим что те у нас фиолетовые кружочки которые были здесь остался ну вот только одна звезда сильно перенасыщенной осталось и вот чтобы допустим если хоть одна но одна осталась фиг с ней ничего страшного а если большее количество остается значит эту цифру надо уменьшать просто вот и все то есть ну допустим в данном случае я думаю что если бы 030 мы поставили 0 3 то и ушла бы и вот это вот это фиолетовая перенасыщенная пережженная звезда все остальные пережженные звезды у нас с вами обесцветились ну и отлично прекрасно замечательно и хорошо данном случае мы с вами давайте снимем выделение этот закроем и у нас представлены в линейном как говорится размере все что тут мы увидим но если бы у нас было большее количество пережженных звезд которые мы сейчас обесцветили то нам бы хотелось бы им все же таки вернуть теперь по-новому цвет прекрасно для этого в инструменте general hyperbolic strange transformation который я в сценарии здесь обозначил просто как gs ну аббревиатуру взял начальных букв вот здесь мы с вами сейчас что сделали после обесцвечивания звезд мы зашли в нашу шестеренку еще раз включили выключили и посмотрели насколько исчезли фиолетовые кружки вот и сняли вы выделение и вышли из этого динамика pps и и зашли заходим сейчас в gs ст вот это вот этот инструмент который я так страшно обозначил gs hs что мы здесь делаем мы здесь будем работать с цветом но опять же спас к повторю это имело бы свое большое большое значение при достаточном количестве пережженных звезд если их такое количество как у меня сейчас я бы вообще не запарился насчет этого сценария но мы с вами договорились что проходим как лица полный комплекс и так мы здесь должны поменять с вами режимы здесь мы ставим модифай аркси арксинус трансформ а здесь в цвете мы поставим с вами эван то есть каждый канал и теперь мы можем с вами подзащитить какие-то маленькие звезды помня что здесь у нас объект он яркий на фоне звезды яркие поэтому мы можем взять где-то непонятно что вот тут выделить какую-то такую фигню и симметричную точку создать нажать вот этот вот эту пипетку это делается для того чтобы не сильно перенасытить цветом те звезды которые уже у нас есть цветные здесь потому что напомню мы обесцвечивали только переженные здесь звезды и мы им сейчас пытаемся вернуть первозданный вид поэтому мы тянем верхний ползуночек и смотрим на экран чтобы у нас появилось небольшое количество звезд которые мы можем наблюдать у нас интересует не количество этих звезд как я люблю этих мотоциклистов которые здесь все скоро холодно станет они свалят на стоянке а мы смотрим за цветами тех звезд которые мы видим что они здесь проявляются и мы видим что ну те которые не обесцветились понятно что у них там этот цвет прет как йохан и бабай вот мы их немножко даже сгладим немножко притушим вот так вот вот заметьте что здесь есть такой момент что сильно вот этот движок здесь вот так вот ставить ну s-образность придавать не нужно потому что чем скажем уменьшаем его таким образом размер звезды то ну сейчас мы еще не правили форму то края мы таким образом делаем более острый и в результате у нас круглые звезды получится но они будут более синтетического вида поэтому вот этот бы движок я бы с ним крайне осторожно обращался может быть вообще бы иногда не применял то есть мне интересно чтобы она была пухлая звезда распушенная звезда нежели подбитая по краям так что потом я получу ну просто точки на небе они звезды вот поэтому на эти обращаю внимание я сейчас допустим здесь сильно цвета эти гнать не собираюсь они проект ну вот мелкие звезды вот проявляются и и ладно и хватит и я думаю что этого достаточно и и play к это со временем вы поймете что чего зависит а сейчас мы просто проходим с вами этапы которые пункты которые я перечислил затем после того как мы типа поработали с цветами обесцвеченных звезд которые у нас есть гулькин нос но тем не менее у вас будет может быть не гулькин нос мы с вами переходим к следующему пункту и так мы вот здесь вами поработали мы переставили вот эти режиме тут извините аббревиатура мат и я wl разберетесь не маленький заходим опять в динамик и выделяем звезды и вот здесь мы начнем их ну скажем округлять округлять давайте заходим в нашу любимую шестеренку вот нашу шестеренка только для одной цели а именно нам надо здесь округлить смысле выделить звезды иногда на этом этапе может за рта часа серил но сейчас вот не за рта часа мы выделили звезды и закрываем не убираем выделение просто выходим из этого окна и вот эти выделенные звезды видите смотрите что произошло мы когда с цвет с вами вернули обесцвеченным звездам у нас опять появились вот эти фиолетовые кружочки но они как бы по своей сути манеха подсузились так скажем ну и теперь давайте заходим в наш замечательный star процессинг и здесь вот есть вот этот full ресаинс там fresh меш короче фиг вы говоришь нажимаем его и ждем вот это и будет сейчас основной этап выправление форм тех звезд которые по краям были виде черточек и так далее мы просто те слабые звезды сейчас с вами отчасти уменьшая вот этот вот коэффициент округлости да там 0 35 0 25 просто их удалили из как говорится из обзора и оставили только самые более менее яркие звезды поэтому ну типа общая картинка должна по идее улучшится так вот у нас закончилась операция мы выход в их заходим опять свою шестеренку так многострадальную и убираем выделение звезд просто убираем выделение звезд и закрываемся и вот наши звезды теперь типа круглые но мы естественно не видим что не круглые но чтобы увидеть это надо ну нам и находясь в линейном режиме естественно что сделать растянуть и растягивать их можно двумя способами говорили раньше способами вот либо через опять же гиперболик вот этот вот траляля нет проблем тени не хочу вот этот инструмент более тонкий универсальный классный и бла-бла-бла-бла-бла более скажем в нем можно достичь больших интереснейших более тонких настроек хотите работайте тут надо защищать тени и тут надо уменьшать точку белого цвета и смысле света до цвета света на буковка меняет смысл но и так далее я сейчас просто вам показываю где правильнее было бы эту делать но я сейчас преследую одну корыстную цель поэтому я сейчас это закрою и я перейду в инструмент который мы с вами все знаем реком позицию но перед тем как переходить мне надо вот этот снимок уже с округленными звездами с обесцвеченными его сохранить и чтобы я мог понимать что это не то starmask который я плясал и начинал который дал мне старнет это уже нечто другое потому что она дает мне возможность я напишу уже не starmask здесь я напишу что этом star ну смысле звезды уже типа так это русский у меня стоит сейчас вот так вот star вот то есть вот этот именно слой я сохраняю правленный поэтому я его перезаписываю но под другим именем чтобы у меня именно вызывать буду это для в рекомпозиции что такое рекомпозиция но рекомпозиция это инструмент который мы часто пользуемся только я пользуюсь его им для звезд а здесь мы используемся используем его и для звезд и для объекта левая часть этого инструмента отвечает за растяжку гистограммы объекта который мы отделили он отделился звезды отдельно объекта отдельно это собственно звезды это все тут написано не знаю что мы с вами здесь одна нажмем advanced здесь для звезд мы поставим generalic hyperbolic transform а здесь мы поставим вот такую вот кнопочку и теперь нам надо сюда засунуть и объекты звезды и мы это начнем делать значит мы нажимаем клавишу мы идем starless это наш объект с левой стороны вставляем ну а с правой стороны мы вставим с вами звезды и соответственно у нас есть вот эти звезды которые правильные которые бы переименовал ли все это стоит теперь ну начнем давайте примеру с объекта тянуть тут особых больших настроек о этот инструмент не обладает в отличие от скажите мне от ну от вот этого хиперболика там бла-бла-бла-бла но нам для сравнения хватит здесь единственное что может быть я бы поставил все штуки м а потом бы здесь если чтоб цвет мне будут не устраивать я его сменю на independent посмотрим тянем нашу нашего головастика тянем ну вот наш голова stick появляется объекта бишь сам ну и тянем и смотрим да это уже слишком много мы можем тут будет немножко тормозит все потому что ну процесс достаточно большой короче объемы звезды наши еле-еле пока проступают потому что они еще не растянуты мы сейчас занимаемся типа объектом здесь если поставить где-то в средней теневой области меточку и нажать вот этот карандашик то это вот та . симметрии будет относительно который начнет рисоваться с образная кривая и тени ну короче под могут ну как короче мы будем искать то есть это ну вот что будет происходить если поставим в светлой части вот этот вот квадратик то он будет как бы защищать относительно светлых тонов будет работать . симметрия в общем я сейчас об этом ну не есть суть у меня тут рассказывать вам это все а а есть суть просто показать эти звезды на фоне объекта уже выправлены поэтому здесь я буду вот вы видите мы уезжаем к теням он были сейчас начнет притушивать нам фон вот он вот и если я хочу поменять метон так называемый ну допустим я где-то в средних тонах поставлю ту же метку опять аст создам точку симметрии и относительно этого уже но это слишком видите я тут немножечко это переусердствовал поэтому мы сменим эту фигню опять на допустим сюда я вернусь на темное и сделаю таким вот так вот как как было лучшим вот может быть слишком короче сейчас не в этом суть я сейчас не собираюсь здесь совершить ну как делать шедевр я собираюсь всего лишь навсего сделать что-то более вменяемое и и ввести туда звезды и посмотреть на и форму поэтому я не буду сейчас ну не хочу тратить много времени на вот то что я сейчас делаю вы понимаете что это объект ему можно как-то вывести там ну и бла-бла-бла ладно все на этом мы пока остановимся с объектом я имею ввиду применять пока ничего не будем и займемся звездами они у нас чуть чуть начали проступать и мы их поэтому здесь сейчас а ну-ка если мы тут еще изменим цвет посмотрим на что это повлияет нет минок не нравится поэтому вернемся сюда голубенькая исчезает так все теперь звезды тянем звезды и смотрим чтобы они здесь начали проступать естественным образом вот то есть их количество вот видите добавляется ну и сделать надо так чтобы это было естественно и не безобразно для того чтобы это было естественно не безобразно берем видите только лучики остались от на фоне поэтому лучики убились но вот чтобы эта звезда не стала скажем плямкой потому что если я дальше вот так вот буду вести то края гала будут сгорать и вот видите будет она вот вот такое превращаться поэтому вот этот вот угол мне надо чуть-чуть спрямить но это делается вот этим пазу ползунком и вот видите начинает галла про выделяться то есть звезды становится более скажем естественного вида похожие на звезды это во первых вопрос уже как скажем ну так вкусовщины что ли да с другой стороны вот если совсем уж яркая звезда какая-то к примеру сейчас я это не покажу вам но хотя посмотрим можно выделить ее и вот здесь есть такая пик and star это мы возвращаемся вот в эту динамик psp и вот этими клавишами радиусом и так далее попробовать что-то поменять по самой звезде вот и таким образом это может ну конкретно вот данную какую-то звезду мы можем здесь под корректировать ну и не знаю может быть те же циферки вот эти вот всякие потом если это все вернуть то назад то она вот применилась и уменьшилась у нас немножко то есть это я вам показываю как запасные варианты как с конкретными какими-то деталями поработать вот допустим это тоже не очень естественная звезда в плане и то что она не естественно она какая-то ну блямка такая да ну опять же сюда вот заходим вот он выделяет кружочек и мы можем вот еще не закончив stretch ну растяжку тем не менее мы можем здесь начинать это с вами уменьшать увеличивать ну и так далее короче и применять соответственно то есть вот если присмотреться она стала более ну края стали более ну гала применим применились все у нас ну к примеру я говорю примеру появился снимок со звездами мы делаем тут и play мы делаем тут и play все по и play кали замечательно это у нас уже в линейном растянутом изображении получился и объекты звезды давайте его сохраним тоже но допустим мы напишем здесь там не знаю new stars ну чтобы понимать new stars и сохраним в том же фите что и с и предыдущий снимок все теперь мы что можем сделать с вами правильно мы можем зайти в нашу папку и вот у нас два объекта которые до и после получится именно нас интересует форма звезд повторяю не какие-то эстетические шумовые там артефакты это мы с этим вообще с вами не работали мы говорили о звездах давайте же ну как-то по про а ну просмотрщики по идее будут разница видно так это у нас с вами new ну и давайте какой-то угол возьмем оригинал который был исходно и этот же участок который мы получали по получили с вами уже применив ну наш аля блю экс терминатор в сериле ну заметьте абсолютно бесплатный что же касается интереснейшего момента по части тилта наклона итогового снимка который у нас я вам показывал в начале я при монтаже это выведу но уверяю вас что ну давайте посмотрим впрочем вместе и поймем о чем я говорю мы вернемся в шестеренку и нажмем на итоговом снимке уже не ю типа с новыми звездами наш tilt вот мы его нажимаем ждем что он нам покажет о он вам показал гораздо заметьте меньшее расхождение между тем что у нас было в начале и что и сейчас как и следовало ожидать низ он оставил в принципе почти хорошим но конусность так скажем то есть разница ну грубо говоря давайте возьмем 483 523 разница у нас здесь составляет сколько там получается ну грубо ряд 20 там 20 40 каких-то 040 единиц запомним вот эту вот вещь хотя правильный считается так как это центр 497 делится на самую большую величину которая вернее на самую меньшую величину нет на большую величину которая здесь есть и умножается на сто процентов и минус сто это получается ну как процент перекосов но форму мы с вами увидели это привык как бы прик скорректированных звездах отлично а теперь давайте сделаем сейчас вот это уберем и не поленимся откроем наше исходное изображение быстренько который у нас было в начале нашего пути вот она и нажмем здесь tilt и вот вы видите что при том что мы с вами выровняли звезды наша ситуация гораздо гораздо улучшилась потому что здесь у нас 370 и тут 47 разница по этой диагонали и скажем все вытянуто вот скажем вот вот так вот в этот угол а тот что мы сейчас с вами только что посмотрели вот он перед вами он гораздо ровнее и лучшим стал то есть в основном перекосы матрицы считается естественно по fmlf звезд этих то есть по форме звезд но естественно мы их как-то синтетически улучшили улучшилась и общая ситуация в том числе и по общему наклону перекосу тилту на итоговом снимке так что это имеет значение и влияет не только на эстетическое восприятие но и скажем на объективные пересчитанные цифровые числовые значения анализа самого снимка ну что ж господа я думаю что более чем достаточно как всегда затянуто я все это прекрасно понимаю я уже говорил что обработка короткой не бывает но тем не менее без подобных знаний итоговое наслаждение астрофотографии может сильно у нас с вами пострадать и является основной причиной по которые люди начинают погружаться в данное хобби и потом резко из него уходят распродавая свое оборудование которое не понакупали поэтому хотим и того или нет в данном случае знания сила и сегодня я поздравляю нас с вами с тем что мы чуть-чуть на пол шажочка продвинулись в сторону все ж таки знания не в сторону невежества всем удачи пока до новых звездных встреч и всегда помните что как бы то ни было но существует разного рода альтернативы решения любых проблем